Мне учитель по стеклу Галина Русина показывал картинки, и я выбрал вот эту работу. Потом начал их декорировать, добавлять контуром разные линии, символы. Семиклассник Никита Высоцкий не думал, что его работа окажется среди лучших. Пришел на церемонию награждения конкурса и получил приз. Четыре месяца с педагогом расписывал стекло. Оказалось, не зря. Весь Ленинский район у нас от мала до велика, от четырех лет и старше. У нас даже есть работа участнику, 70 лет. Из года в год без малого тысячи человек вовлечены в конкурс «Рождество Христово». Главный критерий – тематика. Полет фантазий не ограничен. 15 лет подряд жюристы дома определяют победителей. Вы знаете, такая радость на душе, потому что ведь, как сказали организаторы сегодня конкурса, когда мы обходили выставку, ни одна работа не повторяет предыдущий год. Откуда-то берется вдохновение для этого творчества, и это здорово. Центр детского творчества «Импульс». Конечно, в этом конкурсе идет рука об руку с видновским благочинием. Основная масса поделок из воскресных школ и приходов Ленинского района. Я, конечно, как священник, смею надеяться, что людей верующих становится больше и неразнодушных именно к этому празднику, Рождеству Христову. И как-то свою радость по поводу этого праздника они выражают вот таким творческим образом. 28 человек стали обладателями гран-при. Первые, вторые, третьи, четвертые места поделили между собой 105 человек. Всего в конкурсе приняло участие 632 работы. От икон, украшенной лакоценными камнями, до фигуры костеста. Это Иисус. У Марии на руках. Рядом с ним стоит Иосиф, отец Иисуса. А из чего это сделано? Из теста соленого. Вот мой рождественский венок. Я его делал два дня. Вот эти вот ангелы и разные звездочки я покупал в магазине. На это все мне ушло где-то примерно один день. На дополнительные фигурки. На птицу, на ангелов и на звезду. Положение о конкурсе, как правило, предлагают в октябре. Организаторы уверены, что есть умельцы, которые готовятся к рождественскому смотру с лета. Безусловно, творческое вдохновение к конкурсу будущего года к многим умельцам пришло уже в январе этого года. Диана Гаврилова, Татьяна Кременецкая, Евгений Петров, Елена Кошелева. Видное ТВ. А в нашей студии один из обладателей гран-при конкурса самой престижной награды, кстати, на любом конкурсе, Володя Кузнецов. Володя пришел с бабушкой Раисой Николаевной. Володя, почему пришел с бабушкой? Ну, она мой друг. Она в любой момент может меня поддержать. Скажи, а бабушка высоко ценит твое творчество? Иногда критикует. Да, бывает. Володя, ну расскажи теперь о своей картине. Как долго ты над ней работал? Я над ней очень долго работал. Сначала делал в студии, даже домой принес, потому что не успевал. А что самое трудное? Самое трудное? Это очень трудно сказать, потому что техника вся тяжелая очень. А тебе кто-нибудь помогал или ты все делал сам? Сам. Какой молодец. Я знаю, ты не первый год участвуешь в конкурсе «Рождество Христово». Это правда? Да, это правда. Я участвую с первого класса уже в пятом. Вот мы получаем уже третий гран-при в этом конкурсе. Володя, ну наш телеканал присоединяется к поздравлениям, поздравляет тебя еще раз и желает тебе новых побед. Спасибо.